Фубрика more and be like, или уже хуевник, непонятно, и разумеется, категория черная полоса жизни. Мало того, что я булею, так плюс к тому, у меня прокололось колесо, я поймал какой-то гвоздь. Блядь, в теории, не понимаю, куда звонить, слава богу, мне уже объяснили. Да, звоню до оператора, говорю, девушка, понимаете, ехала на культурный светский променад, по итогу не доехала, говорит, поняла, у вас модель и диаметр колеса, я думаю, а? Хорошо заходит, прям сходом за лупу летит. Я говорю, понимаете, если бы вы меня спрашивали про трусики, про их модель, стринги, семейники, танго или боксеры, я бы вам ответил сходу, и то мне пришлось бы раздеться, потому что я таких вещей не запоминаю, чтобы проверить. Стоит ли объяснять про колесо? Ну, выйдите из машины, у вас там должно быть написано R17, R18 или R19, у вашей модели машины такие. Я говорю, ага, понятно, выхожу, смотрю, колесо грязное в пизду, думаю, ой, нахуй. Я говорю, девушка, новый маникюрчик, давайте так, вы привезете все гальные колеса, которые у вас есть, и мы на месте разберемся. Мне кажется, она считает меня конченным. Ну и правильно, что так делает. Алексей, простите, забыл уточнить, я говорю, ну, а где вы стоите? Я не понимаю, я в 21 веке живу или что? По GPS меня что, не отследить, как в американском фильме, где я стою? Ну, такое здание, знаешь, в советском стиле, довольно минималистично, напоминает чем-то кораблик. Вот напротив него стою. Улицу не подскажу, но пришлось все-таки подсказать, конечно. Потому что эти игры в загадку, непонятно, сколько они бы меня искали. Она едет за рулем, 40 км в час, думаю, блин, как-то слишком быстро еду. Потом думаю, подождите, в смысле, быстро всего 40. Считаю побочку к антибиотикам, а там снижение работоспособности и сонливости. Думаю, заебись, давненько так с походом себя не чувствую.